В тех задачках, про которые вы спрашиваете, там нужно, помимо всего прочего, кажется, устроить какие-то картинки. В общем, нужно понимать, как устроено ваше решение во всем пространстве. Если у вас есть что-нибудь типа логарифм x равняется логарифм t плюс константа. Сейчас, значит, если здесь модули поставить. Ну, что, во-первых, можно сразу сказать, что это модуль x равняется вот такой штуке. Во-вторых, можно сказать, что это означает, что... Ну, давайте я пока так напишу c1 на модуль t. Ну, а дальше, в общем, если вы строите картинку, то вы дальше понимаете, что у вас происходит. Потому что, скорее всего, это означает, что у вас там исходное уравнение было какое-нибудь вида. Значит, что-нибудь типа dx по dt равняется x деленное на t. Какое-нибудь такое уравнение было, у которого решение получается вот такая штука. Ну, а дальше мы понимаем, что семейство кривых, которые сдаются вот такой штукой, это то же самое, что... Ну, вот, во-первых, понятно, что в нуле у нас вообще ничего не определено. Поэтому, фактически, семейство кривых, которые сдаются вот такой штука, это отдельно вот такого вот типа кривые. Значит, вот здесь вот теоретически c1 – это... Значит, вот это c1 – это e в степени c, он больше нуля. Но, с другой стороны, мы понимаем, что можно просто убрать модуль слева и сказать, что x равняется c2 на модуль t. И c2 теперь любой. Ну, хорошо, давайте скажем, что c2 не равняется нулю. Можно еще, вы когда вот пишете, а мы же можем, ну, у нас просто на семинарах то же самое было. Допустим, мы понимаем, что у цикла исходного уравнения еще есть x равняется нулю, просто какая-то, ну, постоянное решение. И для этого мы можем просто сказать, что у нас c1, c2 теперь вообще любой, даже может быть равен нулю. Да, совершенно верно. Я как раз хотел сказать, что у нас есть еще вот такого типа решения. Значит, поэтому, в общем, c2 равняется нулю, тоже подходит. Значит, тоже подходит. Вот, поэтому в целом решение записывается в виде x равняется ct, где c любое, а, значит, областью определения либо интервал от минус бесконечности до нуля, вот так вот, либо наоборот, от нуля до плюс бесконечности. Вот семейство решений я бы записал бы вот так вот. Видно, что это вот в точности оно и есть, что это вот всевозможные вот такие вот штуки или всевозможные вот такие вот штуки. Как бы у вас два разных семейства задаются одним и тем же. Ну, наоборот, одно и то же семейство задается разными способами. Можно задать так, можно задать так. Ну, такой способ просто проще, потому что в нем модулей никаких нет. Вот. Ну, как бы я бы на вашем месте здесь сделал бы вот тот анализ, который я сейчас провел бы, чтобы быть абсолютно точно уверенным, что вы там ничего не пропустили, что вы, значит, все сделали правильно. Как бы если у вас есть какие-то сомнения, то лучше просто сделать, ну, как бы, смотрите, вот всегда, когда у вас есть сомнения в том, правильно ли вы делаете то или иное преобразование, ну, хорошо немножко так вот в это вдуматься и понять, так сказать, какие конкретно, какие конкретно тонкие места здесь могут быть и аккуратненько понять, что вы действительно все делаете правильно. Такой общий совет. Вот. Ну, вот в данном случае я бы сказал бы, что вот с моей точки зрения вот такой вот способ рассуждения правильный. Вот. Я бы ожидал что-то такого увидеть. Здесь, например, важно, вот, например, важно понимать, что, скажем, вот такая вот функция, ну, вот, мы не говорим, что вот такая вот функция является решением нашего уравнения, потому что, ну, я имею в виду, вот такая вот функция, определенная, допустим, при всех R. Вот такая вот функция. Ну, потому что, вот, у нас есть отдельный кусочек вот такой вот, у нас есть отдельный кусочек вот такой вот, и они как друг с друг с другом, в общем-то, не связаны. Потому что, вот, здесь в точке 0, 0 вообще никакого уравнения даже нет. Не то, что у них решение нет. Просто уравнение не определено в этой точке. вот поэтому я бы предпочел бы увидеть вот такого типа решения и то что мы точно будем аккуратненько отслеживать это вот области определения правильно ли вы пишете области определения с этим всегда возникает проблема почему-то но вот как-то люди пишут такой вот штука и говорят а ну все у нас есть решение и здесь ты вроде как любое но вот нет все таки решение решение так сказать отдельно вот такой отдельно вот такой окей хорошо спасибо большое просто я ну тоже подумал о модулях там и много кто говорил что вот модули сложно но я посмотрела семинары и на семинарах мы там прямо очень сильно закрываем на них глаза чаще всего я удивилась что странно что домашка настолько повернута на модуль если на семинарах мы чаще всего просто забиваем на них ну что значит забиваем ну смотрите все таки как бы тут всегда ну вот мы один раз допустим вот это вот обсудили на лекции вот ну вот какой-то вот такого типа сюжет такой или просто x точка равняется и когда мы обсудили что там вот модули можно раскрывать так всякое ну понятно что каждый раз делать это совсем вот так вот подробно ну там на семинаре ну это может показаться такой пустой траты времени один раз разобрались вот но как бы всегда полезно смотрите чтобы не происходил допустим на семинаре вам чат рассказывает вы чувствуете что там пропущен какой-то шаг вы не уверены что вот этот шаг значит что вы не чувствуете себя достаточно уверенным в этом шаге вы можете схватить семинариста и сказать нет вот давайте все таки поймем что здесь происходит подробно безо всяких пропусков вот это всегда в вашей власти понятно что изложение на семинаре в какой-то момент может быть нет 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 не столько подробным как ожидается от вас допустим в домашней работе и это в какой-то мере нормально потому что ну потому что значит я говорю что каждый раз повторять какие-то одни и те же соображения может быть тоскливо но ваша задача же ваша задача же в том чтобы досконально разобраться в том что происходит и все остальное просто инструмент в том числе семинар вот ну вот как то так а получается нам для всех задач нужно область определения будет описывать но но там по-моему явно написано про то что нужно указать область определения но давайте я открою да ну в общем нужно просто внимательно прочитать что написано в условии и исследовать условия вот но реально так как бы с одной стороны это кажется какой-то мелочью с другой стороны мне кажется что это важно потому что это реально влияет на интерпретацию потому что но вот распространенный сюжет когда у вас есть уравнение типа x точка равняется x квадрат да и например я вас спрашиваю а вот что будет происходить с этим с решением этого уравнения и если время будет стремиться к бесконечности и тут ну вот распространенная ошибка там на каком-нибудь миттерме я спрашиваю про предельное поведение решения вот такого типа уравнения и в этом радостно пишите что ну вот уравнение решили вы пишете что там x от t равняется там единица разделить на t минус константа или там что там минус t плюс константа чем-то таком роде чтобы возрастал и говорить а ну отлично предел при т стремящемся к плюс бесконечности x от t равняется нулю значит вот вот такое вот вы пишете и но и получаете довольно сильно снижение баллов за эту задачку потому что потому что это неправда ну то есть это правда правда что предел вот этой функции при т стремящемся к бесконечности действительно равен нулю но если вас интересует например решение с вот таким начальным условием да то вот это вот решение ни в каком разумном по крайней мере физическом смысле или вот таком вот прикладном смысле но не будет стремиться к нулю при времени стремящемся к бесконечности потому что она дойдет до асимптоты после асимптоты просто не будет определено и как бы но вот реально если ваш процесс моделируется вот этим уравнением и у вас было положительно начальное условие но нет никакого невозможно придать никакой практически смысл вот такого типа утверждения поэтому я прошу значит внимательно следить за эту область определения и значит в рамках курса у нас область определения решения дифференциального уравнения является обязательно сказать связанная под наш что прямой то есть то что называется промежутком может быть отрезок луч вся прямая интервал очень в таком роде но вот без дырок какая-то область без дырок не может такой области будет область определения что вот она вот здесь есть 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 потом тут нет а потом снова есть 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 такого не может быть вот поэтому я как бы в этом в этом месте внимательно прошу за этим следить вот так давайте еще вопросы по домашке а вот вы хотели что-то насчет седьмой задать да да значит насчет седьмой смотрите как там многие заметили что там происходит не то что пишет вроде бы правильный код запускаете его и он выдает вам какие-то сообщения о ошибках не хочет работать все такое прочее но это в общем так предполагалось что так будет потому что это то с чем вы реально можете столкнуться когда начинаете исследовать дифференциальное уравнение численно и в общем то дальше ваша задача состоит в том чтобы понять во первых что происходит почему ваш код работает так странно и для этого проще всего конкретно для того уравнения которое там написано его можно решить явно аналитически и ну как бы дальше подумать а как бы мог бы работать ваш код если бы если бы он работал правильно и выяснится что в общем никак он по-другому работать не мог бы ну а дальше в общем если в том чтобы найти решение там где находится а не на всем отрезке который который я запросил потому что оказывается что решение не определено на всем этом отрезке на самом деле настоящее решение и поэтому ваша попытка его найти будет обречена на неудачу поэтому ваша задача теперь найти найти численно это решение там где оно существует ну а там где он не существует значит просто сказать что там не существует а ну то есть получается вот еще раз вот допустим у нас там сказано для разбиений вот допустим 10 до 1000 и под после того как мы сказали что ну вот для каких-то там для отрезка от нуля до 1 2 это допустим не определено и объяснили почему потом мы можем сказать что вот смотрите допустим для другого отрезка это определено и на нем мы уже построим там 10 50 и так дальше тысячу допустим да но на самом деле когда вы говорите про то что что-то не определено на всем отрезке этого ну как бы правильное утверждение такое что у вас в каких-то точках этого отрезка она перестанет быть определен начиная с какого-то момента начиная с какого-то момента вот но дальше есть разные варианты либо можно действительно сократить ваш отрезок таким образом чтобы решение на нем нашлось либо другой вариант вы можете просто ну вот вы делаете ваш атернативный процесс когда вы находите значение в следующей точке по значению в предыдущей и вы можете просто если вы чувствуете что вы как бы куда-то уходите в переполнение просто этот процесс оборвать то есть вот вы нашли вот у вас есть отрезок на котором вы должны были найти решение и вот вы строите ваши точечки и чувствуете что вот все вот тут вот дальше уже вот дальше уже не получается ну и все вы дальше просто говорить что вот с этого момента вы уже больше ничего не считаете например так поставить какую-то границу бесконечности сказать что за эту границу вы не будете выходить когда вы за не вышли то вы просто прекращаете прекращаете работу например так понятно спасибо кстати а говоря о седьмой задачи в каком формате ее нужно сдать то есть нужно просто в прислать кусок кода который выполняет задачу или что мы делаем кусок кода и тот результат который вы получаете как минимум а в это тоже и кусок кода и результат что там было необходимо количество шагов ну да там можно просто можно просто как бы код результат что у вас получается а код в формате скриншот из питона лучше или все таки скопировать не лучше скопировать что можно было запустить но проще всего просто проще всего просто сделать юпитер ноутбук сконвертировать его в html-ку и загрузить в таком виде например а нельзя просто приложить файл ну типа шесть заданий сделать pdf-ом и седьмое задание можно как 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 вам удобно можно тогда еще уточнить а вот то что в пункте б сказано про точность каких-то точках допустим если эта точка не определена для истинного решения этого дифференциального уравнения в пункте б все-таки точка а ну да да здесь здесь есть вопрос ну значит так и пишите что нет а вот последний вопрос а получается мы будем смотреть в них вот в этих точках будем считать для нового отрезка уже знать ну то есть новый отрезок разбиваем на какие-то части просто там насколько я понимаю получается так что если исходные разбивать то нам не хватает не хватает количества не хватает мощности чтобы добиться такого результата в одну сотую ну то есть вот допустим мы можем сделать там для каких-то точек для десяти там для пятидесяти а потом допустим, для тысячи не можем сделать, а точность… Ну, сейчас, что значит не можете? Если в этой точке решение определено, то можете. Нет, нет. Если там не определено… Нет, а если не определено, то о чем разговор? Если ваше решение в этой точке, на самом деле, не определено вообще, то что тогда вы называете точностью приближения? Сейчас. Нет, я про то, что у нас, получается, мы разбиваем отрезок от нуля до одной второй. На каких-то там определено, на каких-то не определено. И вот если значение даже в той точке… Точнее, мой вопрос заключается в том, что нужно считать разбиение для пункта B уже с учетом того, что мы будем строить на новом отрезке, либо все равно на отрезке от нуля до одной второй. Ну, смотрите, на самом деле, не очень принципиально. То есть, когда я эту точку придумывал, я думал скорее про вот такой вот. алгоритм, который будет разбивать весь отрезок на те кусочки, на которые сказано, но при этом он будет прекращать свою работу в тот момент, когда начнет уходить на бесконечность. Я думал про такой алгоритм. Но если вы напишите другой алгоритм, в котором вы будете задавать ваш отрезок, значит, в котором вы выберете какой-то другой отрезок для решения, и будете его делить на кусочки, то, в общем, это тоже не очень страшно. Не сделайте так, как вам больше нравится. Да, понял, спасибо. Хорошо, ну что, еще вопросы? Хорошо. Ну что, едем тогда дальше. Скажите, а вы на семинаре успели поговорить про уравнения с разделяющимися переменами, про то, как их решать, про то, как их идентифицировать? Ну, мы таких переменами решали, но как именно идентифицировать, наверное, нет. Нет, хорошо. Давайте тогда про это поговорим сейчас. Значит, уравнения с разделяющимися переменами. Я напомню, что история такая была, что мы решили, что у нас у любого нашего уравнения, ну, вот, допустим, я могу его записать в таком виде, скажем, dy по dx равняется, скажем, g от x, y разделить на f от x, y. Ну, не обязательно это нужно быть именно дробь, но часто встречаются уравнения в таком виде, что мы с каждым таким уравнением можем связать связать дифференциальную один форму, которая будет устроена вот так, f от x, y, dy минус g от x, y, dx. И мы выяснили, что если я запишу поле направлений, которые соответствуют вот этой дифференциальной форме, то есть соответствуют уравнению, когда дифференциальная форма обнуляется, то поля направлений для вот такого вот уравнения и вот такого уравнения будут совпадать. И дальше мы говорили про следующее. Значит, если форма омега является дифференциалом некоторой функции, давайте я напишу dh, где h, ну или пусть будет не h, пусть будет f, где f некоторая дифференцируемая функция, то линии уровня f касаются поля направлений. Задаваем их уравнением, омега равняется нулю. Значит, это то, что мы в конце прошлой лекции обсуждали, и это открывает нам некоторые новые возможности по решению дифференциальных уравнений. А именно, если мы видим такое дифференциальное уравнение, которое сводится к дифференциальной форме, которая является дифференциалом некоторой функции, то, значит, фактически мы знаем, как устроены интегральные кривые этого уравнения. Интегральные кривые являются просто линиями уровня функции f большого. Соответственно, как опознать, являются ли некоторые уравнения уравнения в полных дифференциалах? Да, такие уравнения называются уравнения в полных дифференциалах. Значит, как опознать, являются ли некоторые уравнения уравнения в полных дифференциалах? Ну, давайте я приведу какой-нибудь пример. скажем x квадрат dx плюс x y dy не хочу так хотя ладно пусть будет x y dy является ли вы например вот такое вот такая штука является на уровень и в полных дифференциалах можете ли вы это проверить иными словами правда лишь что существует какая-то функция дифференциал которой это вот та форма которая написана сейчас слева однако раз давайте посмотрим на дифференциалы если у меня есть дифференциал то это такая штука если у меня есть какая-то функция большого она дифференцируема и ее дифференциал это что такое значит ее дифференциал в точке x y как записывается дифференциал функции двух переменных производная по первой координате в точке x y умножить на 2 x плюс производная во второй на d y до f штрих по x в точке x y на d x плюс f штрих по y в точке x y на d y вот а значит заметьте что теперь вы абсолютно точно понимаете что вот это все означает значит а именно что для разных точек x и y вы получаете разные значения вот этой вот этой конструкции функционал который устроен так он соответственно на произвольном векторе его значение определяется ровно под этой формуле если вы этот вектор подставляете в dx то вы получаете иксовую координату этого вектора если в этот вектор поставляете в дигрик вы получаете гильковую координату этого вектора ну естественно дальше получается что результат выполнения вот этого выражения это просто вычисление этого выражения просто число это число линейно зависит от вектора dx и dy это просто наши функционалы, которые просто координатный функционал, функционал, который по вектору восстанавливает его координаты. Теперь давайте смотреть. Мой вопрос такой. Правда ли, что если у меня есть две какие-то функции а от x, y и b от x, y, правда ли, что я могу подобрать такую функцию f, чтобы ее производная по x равнялась бы а, а ее производная по y равнялась бы b? Всегда ли так возможно? Для всякого а и b так возможно или нет? Вы нам на прошлой лекции говорили, что нет. Говорил, что нет. Хорошо. А почему? Есть такие идеи? Значит, мы знаем, что если это так, то а должна равняться вот такой штуке, b должна равняться вот такой штуке. А там у нас на лекции, ой, на семинаре была одна из задач, в которой нужно было доказать. Получается, что если уравнение является уравнением в полных дифференциалах, то там выполняется одна вещь, а если нет, то есть и обратную вещь. И там из этого можно посмотреть, что… А что за вещь? Если не подглядывать сейчас, если не подглядывать семена… Если не подглядывать, то там было, что axy по dy, по-моему, равняется bxy по dx. Ну да, только не так. А почему? Откуда это берется условие? Это можно взять из равенства смешанных производных. Да, совершенно верно. Как раз именно его и нам нужно посмотреть. Значит, мы знаем, что если функция f дифференцируемая, допустим, что мы хотим. Мы хотим, чтобы она была бы дважды дифференцируемой. Вообще в этой науке мы сейчас в основном относимся к дифференцируемости функции в следующем ключе, что если нам нужно для наших целей потребовать, чтобы функция была бы 5 раз дифференцируемой, мы потребуем. Сколько надо производных, столько мы и потребуем. Значит, давайте считать, что у меня f… Значит, пусть f у нас… Что там? Ну, я уже даже не помню, какие точные условия нужно наложить на f, чтобы у нее смешанные производные были равны. Может, вы помните? Вы недавно курс многомерного анализа проходили. Значит, по-моему, для этого нужно там дифференцировать… Ну, как бы для этого смешанной производной, в принципе, должно быть можно найти. Давайте я напишу, что она дважды дифференцируема. Тогда точно достаточно. Если функция дважды дифференцируемая, то мы знаем, что у нее производные по x, y в точке x, y, это все равно, что производная по y, x в точке x, y. То есть, если я нашел сначала производную по x, а потом продифференцировал ее по y, то это все равно, что найти производную по y, а потом продифференцировать ее по x. Кажется, это называется теоремой Клиро, что ли? Если я правильно помню. Таким образом, из этого явно следует, что не любые функции а и b нам подходят, потому что нам нужно, по крайней мере, чтобы вот это условие выполнялось. То есть, если у нас f' по x – это на самом деле а, а f' по y – это b, то нам нужно, чтобы выполнялось такое условие. Значит, необходимые условия. Давайте, как оно будет звучать? Скажите еще раз точно, как оно будет звучать. Про необходимые условия того, что функция является полным дифференциалом? Да. Значит, необходимые условия того, что форма a dx плюс b dy равняется дифференциалу какой-то функции f. Получается, у нас а по dy… h' по y равняется b' по x. Равняется b' по x. Да, совершенно верно. Вот именно такое условие – это условие, которое позволяет проверить, является ли наше уравнение уравнение в полных дифференциалах. И на самом деле можно доказать, что оно уже является достаточным. То есть, если это условие выполняется, то действительно найдется такая функция в большом, у которых дифференциал равен как раз нашей форме. То есть, по крайней мере, это явно означает, что если вы напишете обо какую форму, скорее всего, вы не получите так, чтобы вот этот условие выполнялось. но если напишете ее правильно, то будет выполняться. Вот. Таким образом, дальше стратегия такая. Значит, если вы видите какое-то дифференциальное уравнение, которое, допустим, не является уравнением с разделяющимися переменными, и вы так сходу не очень понимаете, как его решать, то, в общем-то, поскольку мы не обсуждали никаких, ну, поскольку не существует никаких совсем общих методов решения дифференциальных уравнений, то дальше у вас есть единственная надежда, ну, первая попытка уравнения с разделяющимися переменными – нет. Вторая попытка – смотрите, нет ли какой-нибудь понятной замены, например, линейной замены – нет. Тогда надежда на то, что это уравнение в полных дифференциалах, и оно решается. Ну, вы на семинаре решили хоть одно уравнение в полных дифференциалах? Знаете, как это делается? Или показываете? Нам показали, как это делается. То есть, если мы знаем, что у нас функция действует... Ну, если а и b такие, что у нас существует f, то мы можем там сначала взять интеграл а, а потом... Ну, нам показывали два варианта. Мы берем интеграл по а и интеграл по b и сравниваем, какие вещи отличаются, чтобы понять, какая константа пропадает при дифференцировании. А второй вариант... Вроде бы мы берем тоже интеграл по а, а потом берем от него производную по другому элементу и понимаем, что лишнее у нас появилось. Да-да-да, именно так это делается. Ну, хорошо, в общем, обсуждалось. Это на семинаре, я думаю, что можно не повторяться. Если вы это сделаете пару раз сами, то вы... Это такая штука, которая не может не получиться. После того, как вы пару раз это сделали сами, вы будете в этом совершенно уверены. Это такая довольно механическая вещь, и она всегда срабатывает. Ну, и на самом деле, вот это вот доказательство того, что вот это условие является и достаточным, это вы можете провести ровно вот тот же самый алгоритм, который вы сказали вторым, когда вы сначала интегрируете по одной переменной, потом дифференцируете эту штуку по другой переменной и обнаруживаете, что получающее все уравнение, оно просто задает вам некую константу. Оказывается, что это можно сделать прямо в общем виде, и это, в общем, довольно тоже несложное упражнение. И это доказывает достаточность, что вот эта процедура, она всегда срабатывает. Вот. Ну, хорошо. Я думаю, что мы можем двигаться дальше. Есть ли возражения на эту тему? Хорошо. Давайте тогда поговорим про чуть более общую конструкцию. Значит, все, что мы сейчас обсуждали, вот вся вот эта вот история про первый интеграл, это, в общем, конструкция, которая живет в размерности 2. Она для нас полезна, потому что она позволяет довольно часто изучать уравнение с фазовым пространством размерности 2. Вы можете перейти от уравнения к вот такой системе, точнее, наоборот, от системы из двух уравнений, перейти вот к такой штуке, от нее перейти к форме, а дальше обнаружить или не обнаружить, что она является уравнением в полных дифференциалах. Вот, но сейчас я хочу немножко более абстрактную конструкцию, немножко более общую конструкцию, и я хочу вернуться в уравнение, в автономное уравнение призвольной размерности и поговорить про штуку, которая называется первая интеграла. Значит, давайте я скажу. Значит, наш текущий стейтинг будет такой. Пусть у нас есть какое-то уравнение. Хорошо, давайте я буду писать z с точкой. Равняется v от z. Не буду писать z с точкой, пусть будет x. Но x у нас сейчас многомерный. Соответственно, x равняется x1 и так далее, xn. В автономное уравнение в каком-то фазовом пространстве. v достаточно гладкое, чтобы выполнялись условия терема существования единственности. Значит, достаточно гладкое. Я сейчас хочу рассмотреть некоторую штуку, которая позволяет не решать такие уравнения, но, по крайней мере, что-то про них говорить, что-то как-то их упрощать. Я хочу еще раз вернуться к примеру, который у нас был. А именно это уравнение вот такого вида. Допустим, x1 с точкой равняется, скажем, x2. x2 с точкой равняется минус x1. Это уравнение осциллятора. И мы говорили, что эта штука... Что у нее является фазовыми кривыми, как устроены фазовые кривые? Окружности? Да, это окружности. Значит, у нее фазовые кривые вот такие вот. И давайте посмотрим на... Это с такой точки зрения. Давайте рассмотрим функцию. функцию h от x1, x2, которая будет устроена, ну, допустим, так. Это будет просто x1 квадрат плюс x2 в квадрате. Значит, что я хочу про эту функцию сказать? Значит, вот эта функция, эта функция определенная на... Она определенная на фазовом пространстве. И что можно про нее сказать? Если я беру какое-нибудь решение нашего уравнения с любым начальным условием, то тогда, если я буду подставлять, как бы подставлять это решение в нашу функцию h, то я получу просто константу. Значит, пусть, например, фи от t это решение системы 1. Ну, понятно, фи от t – это есть x1 от t, x2 от t. Тогда h от фи от t равняется константе. Не зависит от времени. Оно может зависеть от самого выбора фи от t, от выбора начального условия, от выбора конкретной траектории. Но вот эта вот штука – это просто константа. Понятно ли вот эта идея? Понятно ли идея, что я могу, если у меня определена функция h, это функция на фазовом пространстве, то я могу рассматривать вот такую функцию h от фи от t, где фи – это решение моего уравнения. Ну, и дальше я получу какую-то функцию, уже зависящую от времени. На самом деле, вот такие вот функции, определенные на фазовом пространстве, иногда называются наблюдаемыми, это, грубо говоря, просто вы… Это просто какой-то параметр, который вы можете померить. Вот у вас есть фазовое пространство, но каждая точка в этом фазовом пространстве соответствует состоянию системы. Если у вас в вашей системе есть какой-то измерительный приборчик, который в разных состояниях будет показывать разные результаты, то как бы задать вот такой приборчик и задать вот такую функцию, функцию такого вида, функцию на фазовом пространстве, это одно и то же. Соответственно, утверждение о том, что h от фи от t – констант, означает, что если вы… что у вас действует такой закон сохранения, что вы меряете какой-то показатель в разные моменты времени, вот вы запустили траекторию, меряете какой-то показатель в разные моменты времени и получаете все время одно и то же число. Число не меняется. Вот. Значит, если такая функция существует, то она называется первым интегралом нашей системы. Давайте я дам определение. Значит, если у нас есть уравнение, x-точка равняется v от x, x от t в rn, и у нас есть функция h из rn в r. Давайте я потребую от h, чтобы h не была бы константой сама по себе. не является тождественной константой. Ну, с тождественной константой просто неинтересно. Тогда h называется первым интегралом для системы 1. Давайте не 1, а пусть 2. Если для любого решения для любого решения φ система 2 h от φ от t равняется константе. не зависит от t. Вот. Значит, у первых интегралов как бы первые интегралы это какие-то законосохранения на самом деле. Собственно говоря, если мы посмотрим на... Ну, давайте посмотрим на какой-нибудь еще сюжет, где есть... где тоже есть первый интеграл. Ну, давайте еще какую-нибудь механическую систему. Там с первыми интегралами как-то попроще. Вот, смотрите, у нас есть, например, такая система с падающим... с падающим каким-то предметом. Значит, у нас есть единственная переменная x и у нас сила, которая действует на этот предмет, это mg. И, соответственно, у нас есть уравнение x с двумя точками равняется минус g или ему соответствует система x1 с точкой равняется x2 x2 с точкой равняется минус g. Вот такая штука. Может ли вы предложите какой-нибудь первый интеграл для такой системы? Так, может быть, сходу и не видно, но давайте посмотрим. Я утверждаю, что что функция h x1 x2 равна... Ну, давайте посмотрим, что здесь должно быть. Значит, во-первых, и есть есть вот такая вот штука. Плюс вот такая вот штука. Я думаю, что вот такая функция является первым интегралом нашей системы. Давайте проверим, что это так. Значит, мы, на самом деле, нашу систему можем решить. Давайте посмотрим, что она действительно... Значит, как устроено решение этого, этой системы. Значит, x2 от t это и есть минус gt плюс какая-то константа c1 или давайте c2. А x1 от t чему равняется? А мы теперь можем просто подставить и проинтегрировать. Да, давайте поставим. Получается минус gt в квадрате пополам плюс c2t плюс какая-то новая константа. Да, минус gt в квадрате пополам плюс c2t плюс c1. Да, соответственно, вот у нас решение нашего уравнения. Ну и давайте проверим, что если я подставлю это решение вот сюда, то получается константа. Давайте посмотрим, как это работает. Значит, h от x1 от t x2 от t это и есть такая штука. Значит, это и есть g на минус gt квадрат пополам плюс c2t плюс c1 плюс минус gt плюс c2 в квадрате все это пополам. Правильно я сделал. Ну и давайте смотреть. Значит, минус g квадрате квадрат пополам минус c2g минус g квадрат. Сейчас. Значит, здесь что-то со знаками у нас не то. А, нет, все правильно. Значит, здесь будет наоборот плюс g квадрат, t квадрат. Вот здесь должен быть знак плюс. Значит, g квадрат, t квадрат пополам. Дальше. Плюс 2. Нет, здесь как раз будет минус. Минус 2g, t, c2 пополам. И плюс c квадрат пополам. И магическим образом вот эта штука сокращается с вот этой штукой. Вот эта штука сокращается с вот этой штукой. И действительно, то, что остается, не зависит от времени. Согласны с таким вычислением? Смотрите, давайте посмотрим внимательно на вот эту формулу. Есть ли у вас какая-нибудь физическая интерпретация того, что здесь написано? Давайте заметим, что x2 – это на самом деле скорость. А x1 – это на самом деле высота. Энергия сохраняется, нет? Да, совершенно верно. Вот то, что здесь написано, если переписать это в более привычных нам координатах, то это v2 плюс gh. А если добавить, значит, v2 пополам плюс gh. А если добавить еще умножение, значит, умножить все это дело на массу, то мы получаем mv2 пополам плюс mgh. mv2 – это кинетическая энергия, а mgh – это потенциальная энергия. Поэтому если вы, значит, помните всю эту историю из механики про сохранение энергии, про потенциальную кинетическую энергию, то видно, что здесь это ровно оно и есть. Ну, как бы, опять же, тут простая механическая интерпретация, то, что если вот вас, значит, вы отпустили предмет, находящийся наверху, да, он по мере того, как он падает вниз, он теряет потенциальную энергию, и при этом, чтобы закон сохранения работал, он должен компенсировать это набором кинетической энергии, то есть ускорением. Вот. Значит, и видно, что действительно наши дифференциальные уравнения говорят ровно то же самое. Они говорят, что вот эта величина будет сохраняться вдоль траектории. А дальше возникает вопрос. Окей, ну, вот смотрите, мы ввели вот такое понятие. Было бы здорово, если бы мы могли бы эти самые первые интегралы просто вот в явной форме находить. Дело в том, что если первый интеграл найден, вот, например, для, если у вас двумерное фазовое пространство, если вы нашли первый интеграл, то фактически это означает, что вы нашли фазовые кривые. Потому что дальше вы знаете, что вдоль фазовой кривой значение первого интеграла не меняется. Но это означает просто, что ваша фазовая кривая лежит на линии уровня этого самого первого интеграла. И это фактически означает, что вы просто все, нашли эту линию уровня. Ну, окей, давайте подумаем о том, ну, значит, есть две новости, плохая и хорошая. Плохая новость состоит в том, что нет никакого универсального способа отыскивать первый интеграл. Как правило, задача об отыскании первого интеграла сводится тоже к задаче от решения дифференциального уравнения. И, в общем, это все та же самая проблема. Хорошая новость в том, что если вам дали какую-то функцию и спрашивают, вот эта функция является первым интегралом или нет, то вот такую задачку решать просто. Гораздо проще, чем то, что я делал сейчас. И для этого не нужно знать решение. Вот сейчас я просто проверял, что h является первым интегралом, пользуюсь определением. Именно я нашел в явной форме решение и поставил его, проверил, что действительно получается констант. Но на самом деле, как правило, нам не нужно, даже не как правило, а вообще всегда, не обязательно знать решение для того, чтобы проверить, является данная функция первым интегралом для данной системы или не является. Есть универсальный способ, как отвечать на такой вопрос. И для этого не нужно знать решение. Давайте я покажу, как это делается. Опознание первых интегралов. Давайте я снова возьму тот же самый пример, который у нас только что был. Вот этот пример. И давайте я сейчас, не пользуясь вот этим вычислениям и не пользуясь явным видом решений, докажу, что вот эта функция действительно является первым интегралом. Давайте смотреть. Вот у меня есть, пусть, x1 от t, x2 от t. Решение нашего уравнения. x1 с точкой равняется x2, x2 с точкой равняется минус g. Давайте найдем... Значит, вот у меня есть сейчас функция h от phi от t. Я хочу доказать, что эта функция равняется константе. То есть от t не зависит. Как доказать, что что-то является константой? Как доказать, что что-то не зависит от t? Надо просто взять производную по t и сказать, что она 0. Совершенно верно. Сравните с 0. Давайте возьмем производную от вот этой сложной функции. Dash от phi от t по dt. Умейте брать производную сложную функцию? Да. Ну, давайте расскажите, что получится. Ну, у нас получится phi штрих по x1 умножить... Ну, точнее, dфи по dx1. Не бывает dфи по dx1, потому что phi – это функция времени. Так, все-все-все, я не то правильно. Дх по dx1 умножить на dx1 по dt. Да, умножить на dx1 по dt. И то же самое с x2. Да, dh по dx2 на dx2 по dt. Значит, давайте смотреть. Значит, вот это у меня будет происходить в какой-то момент времени t. А вот сюда, значит, в h я должен подставить точку, соответственно, phi от t. Значит, вот терема производной сложной функции. А теперь смотрите. Значит, вот у нас была конкретная функция h, подозреваемая. Вот она. Давайте я ее скопирую. Значит, смотрите, про эту функцию мы все знаем. Мы знаем, какие у нее частные производные, потому что мы ее саму знаем. Но давайте посмотрим, что получается. Значит, что такое dh по dx1? Значит, чему равняется dh по dx1? g. Да, это просто константа g. Значит, константу g мне нужно умножить на dx1 по dt. Ну, хорошо. А что такое dh по dx2? x2. Это просто x2. Значит, давайте я напишу x2 от t умножить на dx2 по dt. Хорошо, с h разобрались. Теперь давайте посмотрим на вот этих вот товарищей. Кто они такие? Значит, кто такое dx1 по dt? Ну, это x2 у нас сверху уже записано. Да, мы знаем, что если x1 и x2 являются решением нашего уравнения, то оно удовлетворяет этому самому уравнению. И, значит, в частности, производные x1 – это в точности x2. Поэтому это на самом деле такая штука g на x2 от t плюс x2 от t умножить на сколько? На минус g. На минус g. И оно радостным образом сокращается. Получается 0. Вот мы и доказали, что h является первым интегралом. Заметьте, что нам для этого не нужно было знать ничего про решения, кроме того, что они являются решениями, то есть кроме того, что они удовлетворяют уравнению. В явной форме нам их знать не нужно было, мы этим нигде не пользовались. Единственное, чем мы пользовались, это тем, что мы знаем, как дифференцировать эту функцию, аж большое. И, в общем-то, все. И мы таким образом теперь видим, что это действительно первый интеграл. Понятно ли это вычисление? Да. Хорошо. Давайте я теперь попробую... Слушайте, а у нас получается, что первых интегралов может быть бесконечно много? Ну, условно, если мы будем их на константу умножать. Да, хороший вопрос. Можно не обязательно умножать на константу, можно делать даже более широкий класс преобразований. Если у вас какая-то функция является первым интегралом, вы на эту функцию снаружи навесили какую-то другую функцию, то есть взяли композицию. Вот представьте себе, что у меня есть функция, скажем, вот если бы я взял бы не вот такую функцию, а, например, взял бы от нее синус. Если у меня вот эта функция не меняется вдоль фазовых кривых, то и синус от нее не будет меняться вдоль фазовых кривых. Поэтому с точки зрения самого всего пространства функций, которые в Лес Перминт играл, оно довольно богатое. Но суть в том, что все эти функции, они на самом деле будут задавать примерно одно и то же пространство. Если я буду строить их линии уровня, то линии уровня все будут одинаковые примерно. Если я взял синус, то он склеил, конечно, какие-то линии уровня, но картинка осталась той же самой. И самое важное для нас – это именно картинка линии уровня, а не сама функция. Ну да, умножение на константы, конечно, тоже сойдут. Давайте я сформулирую общее понятие. На самом деле то, что я сейчас буду делать, это обобщение вот этого примера. Общее понятие такое. Значит, пусть V некоторое… Ну окей, давайте я скажу так. Рассмотрим снова уравнение X точка равняется V от X. И функцию, какую-то функцию. Я в большое. Из RnVr дифференцируемая. Значит, я сейчас определю штуку, которая называется производный Li или производный вдоль векторного поля. Значит, производный функции f вдоль векторного поля V или производный Li. Называется такая штука. Значит, пишется LVF. И это такая новая функция из RnVr, которая устроена так. LVF, значение LVF в точке X, это есть… Ну давайте я сначала напишу в бескоординатной форме. Это мы вычлили дифференциал функции f в точке X и подставили в него вектор нашего векторного поля, взятый тоже в точке X. Значит, если это выглядит сложновато, давайте я распишу это в координатах. В координатах это будет расписываться так. Значит, dF по dx1 в точке X умножить на V1 в точке X плюс и так далее, плюс dF по dx n в точке X умножить на Vn в точке X. Значит, V1 и так далее, Vn – это просто компоненты вектор V. Давайте я это напишу. Значит, V от X это есть V1 от X и так далее, Vn от X. Вот. То есть, смотрите, что такое производная от функции вдоль векторного поля? Это я беру, вычисляю частные производные функции f в некоторой точке X и каждую из них умножаю на соответствующие компоненты вектора V. Ну, на самом деле, если вы внимательно посмотрите, то это ровно то, что вот здесь написано. Потому что здесь написано, что я взял дифференциал функции f в точке X, это некоторый к-вектор, некоторый функционал, и подставил в этот функционал вектор V от X. Но поскольку мы знаем, что дифференциал устроен так, что это сумма частных производных умножить на соответствующие там, Dx1 и так далее, Dxn. Вот они, наши частные производные, и вот это результат подстановки вектора V, соответственно, вектор в функционал Dx1 и так далее, Dxn. Давайте какой-нибудь пример посмотрим. Пусть у нас есть уравнение, допустим, X1 с точкой равняется X2 плюс X1. X2 с точкой равняется, скажем, X1 в квадрате. Давайте найдем производную для функции f от X1 и X2, равную, скажем, X1 умножить на X2 в квадрате. Давайте посмотрим, как будет устроена производная вот такая функция большая вдоль нашего векторного поля, которое соответствует системе, которую я написал. Значит, мне нужно взять, это будет функция, снова функция на фазовом пространстве, то есть она зависит от точки X1 и X2, и устроена она так. Значит, я считаю частную производную f по X1 умножаю на первую компоненту моего вектора, то есть на X2 плюс X1, и дальше я считаю частную производную df по dx2 умножаю на вторую компоненту. Значит, df по dx1 – это X2 в квадрате на X2 плюс X1 плюс df по dx2 – это просто 2, X1, X2. И это нужно умножить еще на X1 в квадрате. Ну, вот какая-то такая штука получилась, я там дальше можно еще дополнительно упростить, но дальше уж какая-то алгебра. Значит, понятно, как определяется производная функция вдоль векторного поля. Давайте посмотрим, что эта штука вообще показывает, какой у нее геометрический смысл. Ну, вот мы знаем, что производная в целом – это какая-то штука, которая показывает, насколько быстро функция растет или убывает в какой-то точке. А что показывает вот такая вот странная штука, вот эта самая производная ли? Ну, давайте посмотрим, что это такое. Значит, вот пусть у меня есть… Давайте я такую картинку нарисую. Вот у меня есть мое фазовое пространство X1, X2. И, соответственно, у меня есть какая-то функция. Как раз моя функция f. Какая-нибудь вот такая, например. Значит, здесь у меня ось z. И эта функция z равняется f от X1, X2. Дальше. На фазовом пространстве у меня задано векторное поле. То есть у меня в каждой точке приложено по вектору. И что такое моя производная вдоль этого самого векторного поля? Ну, это означает следующее, что вот я для всякой точки фазового пространства спрашиваю, если я в этой точке буду двигаться вдоль вот этого вектора, то насколько сильно будет меняться значение функции при таком движении? Если я буду двигаться вот как бы в направлении этого вектора со скоростью, заданной этим вектором. Значит, как быстро будет меняться f при движении из точки x в направлении вектор V от x. Вот на такой вопрос отвечает эта самая штука, производная вдоль векторного поля. Теперь вопрос. Как производная вдоль векторного поля связана с первыми интегралами? Почему я вдруг про нее тут стал сейчас говорить? Значит, утверждение. Функция h является первым интегралом. Для уравнения x-точка равняется V от x. Но давайте считать, что функция h не тождественна константа. Значит, она является первым интегралом для x-точка равняется V от x. Тогда и только тогда. И давайте потребуем, чтобы она была бы дифференцируемой. Когда что? Какое условие я хочу написать на функцию h, чтобы она была первым интегралом? Получается, у нас производная вдоль векторного поля заданной системы должна быть равна нулю. Да, совершенно верно. Так она и есть. Ну, действительно, почему это так? Потому что давайте посмотрим, давайте сделаем вот ровно то же самое, что мы делали вот здесь. Вот в этом примере. Нет, не в этом примере, а в этом примере. Давайте сделаем то же самое в общем виде. Допустим, давайте возьмем произвольную. Допустим, пусть φ. Это произвольное решение. Для уравнение x-точка равняется V от x. Тогда dh от f от t по dt. Но как раз ровно по той же самой теоремопроизводной сложной функции мы получим ту формулу, которая у нас была выше. Значит, это есть dh по dx1 в точке φ от t умножить на dφ1 по dt. Плюс и так далее. Плюс dh по dxn в точке φ от t на dφ n по dt. Или что то же самое dh по dx1 в точке φ от t умножить. Значит, мы знаем, что dφ1 по dt, поскольку φ является решением нашего уравнения. Это первая компонента вектора V, но взятая тоже в точке φ от t. Плюс и так далее. Плюс dh по dxn в точке φ от t умножить на Vn в точке φ от t. Ну и таким образом, эта штука, это и есть наша производная LVh, взятая в точке φ от t. В общем-то, неудивительно, что так оно и должно работать, потому что мы говорили, что вот эта самая производная, она показывает, насколько быстро будет меняться функция h при движении с заданной скоростью из заданной точки. И это вот ровно то, что происходит, когда мы движемся вдоль решения дифференциального уравнения. Мы знаем, что решения дифференциального уравнения, они, ну, как бы просто по определению, что такое решение дифференциального уравнения, но это какая-то такая вот штука, которая движется в соответствии с этим векторным полем. То есть он движется ровно с теми скоростями, которые здесь нарисованы. Поэтому, когда мы будем там двигаться, то мы будем двигаться именно с этими скоростями, и скорость изменения h будет задаваться как раз вот этой самой производной ли. Ну и теперь понятно, что если эта штука равна нулю всюду, давайте я здесь напишу, что вот это вот равенство, это как бы тождественное равенство. Значит, если оно равно нулю для всех t, то это автоматически означает, что h константа вдоль фазовой кривой. Ну и наоборот, тоже верно. Если функция тождественная нулевая, то значит она константа. Если функция тождественная нулевая производит, значит она константа. Вот. То есть, смотрите, теперь, если мы хотим проверить, правда ли, что какая-то штука является первым интегралом, то в этом нет никакой проблемы. Мы просто находим производную вдоль. производную вдоль векторного поля, проверяем, ноль она или не ноль. Если не ноль, значит не первый интеграл, если ноль, значит первый интеграл. Вот. Как, понятно ли эта история? Значит, никакого универсального метода отыскания первых интегралов нет, но про некоторые системы мы просто знаем или можем догадаться до того, какие у них первые интегралы. И это нам позволяет очень сильно упростить дальнейший анализ. Ну, грубо говоря, каждый первый интеграл позволяет снизить размерность вашей системы на единицу. Так, если у вас была система размерности 2, вы знаете у нее первый интеграл. Это означает, что вы знаете, как устроены фазовые кривые. Если вы знаете, как устроены фазовые кривые, ну, считайте, что вы более-менее все знаете, потому что дальше... Ну, там, если вам действительно нужна зависимость от времени, то вы ее найдете, просто ограничив вашу систему на эти фазовые кривые и дальше сведя уравнение к уравнению на прямой. Если у вас, например, какая-то более хитрая штука, значит, например, у вас есть какое-нибудь уравнение в трехмерном фазовом пространстве. Допустим, вот у вас есть х1, х2, х3. И, допустим, что вы знаете, что у вас есть какой-то первый интеграл. Допустим, h от х1, х2, х3 равняется, ну, там, я не знаю, скажем, х1 плюс х2 плюс х3. Первый интеграл. Например. Что вы тогда можете сказать про фазовые кривые вашей уравнения? Какое геометрическое утверждение вы можете сделать про фазовые кривые такого уравнения? Ну, это будут плоскости. Ну, фазовые кривые сами не могут быть плоскостями, а фазовые кривые, они кривые. Но, действительно, мы можем построить линию уровня вот этого первого интеграла. В данном случае это будет не линия, а именно плоскости. Это будет множество уровней. И, действительно, будут такие плоскости. Значит, х1 плюс х2 плюс х3 равняется константой. Это будут какие-то вот такие вот плоскости. И, как бы, что означает, что мы знаем, что вот эта штука сохраняется? Это означает, что если мы на какой-то такой плоскости стартовали, у нас решение стартовало на какой-то плоскости, то оно дальше на этой плоскости будет жить. То есть фактически это означает, что мы свели нашу задачу, исходную задачу трехмерную, свели к отдельным, невзаимодействующим уравнениям, каждый в своей плоскости живет. То есть фактически мы тоже сократили размерность на единицу, если мы знаем первый интеграл. Вот такая вот история. Есть ли какие-нибудь вопросы? Хорошо. Ну что, тогда на сегодня все. Удачного вам выполнения домашки и всего остального. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...